Девятилетнего мальчика насмерть сбили на пешеходном переходе в Иркутске. Всё произошло днём. Ребёнок не дошёл до школы буквально несколько сотен метров. Детали происшествия в первом материале Олега Фёдорова. Под накидкой тело девятилетнего мальчика. Рядом с ним близкие. Маму школьника увели в сторону. С ней работают психологи. Этот пешеходный переход на улице Зверева в Иркутске разделил жизнь на то и после для нескольких семей. Момент трагедии попал в объективы видеокамер. Ребёнок шёл по зебре. Его пропустил водитель одного кроссовера, который поворачивал с улицы Красноказачьей. Школьник ускорился и оказался под колёсами второго автомобиля. Машина протащила его ещё несколько метров. В результате ДТП ребёнок в девяти лет скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает следственная оперативная группа. Специалисты на месте осмотрели тело погибшего, а также автомобиль, который сбил ребёнка. Мальчик не дошёл до школы буквально пару сотен метров. Он спешил на уроки, учился со второй смены. Как рассказал инспекторам водитель, участник аварии, он почувствовал, что наехал на что-то. Подумал, что на тротуар. По имеющейся информации, 71-летний водитель кроссовера в тот роковой момент как раз вёз своего собственного внука на занятия в школу. После наезда на ребёнка мужчина остановился, не пытался скрыться, а наоборот старался оказать первую доврачебную медицинскую помощь. Сам водитель находится в шоковом состоянии. А свидетельствование показало, что он был трезв. Всего с начала года в Иркутске на нерегулируемых пешеходных переходах сбили 31 ребёнка. Этот случай оказался первым смертельным в печальной статистике. Олег Фёдоров, Андрей Назаров. Новости по будням.